Каждую среду в полдень на радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулисами, то, что там происходит, я говорю, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Конечно, я вас призываю все равно ходить на концерты классической музыки. Сейчас проводится очень много онлайн-концертов, и самое время познакомиться с самыми разными выдающимися исполнителями современности. И сегодня у нас в гостях один из таких, известный скрипач российского происхождения, Никита Борисоглебский. Здравствуйте, Никита. Добрый день, Елена. И Никита, можно сказать, в принципе, вундеркинд. Начал заниматься достаточно рано на скрипке. И родился в Волгодонске. Это небольшой городок в России. И затем переехал в Москву, обучался в Московской консерватории. И стал самым юным солистом Московской филармонии. Выиграл ряд престижных конкурсов. Наверное, даже не ряд, а большой-большой список. И затем уже сосредоточился только на концертной деятельности. И Никита также является тем, кому композитора современности посвящает свои произведения, пишет специально для него. И мне особенно отрадно, так как фактически это почти мой однокурсник. Мы в одно время обучались в Московской консерватории, пересекались в общежитии Московской консерватории. И всегда так приятно видеть взлет тех, с кем ты учился. Никита, ну и сразу такой вот вопрос. Не вскружил ли в свое время вот такой ошеломительный взлет профессиональной карьеры? Как сейчас приятно слышать про общежитие. Действительно, это было очень такое теплое время. Взлета как такового, вот такого упомрачительного не было, потому что все шло постепенно, и конкурсы одни за другими, концерты и так далее. Поэтому такого не было, и слава богу, что его не было, потому что действительно это процесс очень опасный. Я сам наблюдал среди своих коллег, среди других, людей других профессий, когда вот происходит такой сумасшедший взлет, то потом неминуем следует какая-то амортизация, не то чтобы падение, но тем не менее невозможно, чтобы все время шло по такой касательной. Поэтому, слава богу, такого не было. Все шло достаточно постепенно, и в общем, мне нравилось, как все шло. Вы сказали, что я начал рано на скрипке заниматься. На самом деле, я еще раньше начал на рояле, на фртепиано заниматься, потому что за год до того, как начать на скрипке, мне было шесть лет, и начал сначала на рояле. Но потом перешел, и сейчас вот с удовольствием просто до себя играю на рояле, ну, когда нахожу инструменты. Родители у Никиты Борисоглебского оба химики. И я читала, что отец как раз настолько был меломаном классической музыки, что собирал виниловые пластинки, и Волгодонские к нему из музыкальных школ приходили, чтобы послушать классическую музыку и взять какие-то пластинки. То есть, в принципе, родители, наверное, счастливы вашему выбору и тем, что вы стали музыкантом. Ну, это был, по сути, их выбор в то время, потому что все-таки шесть-семь лет – это не то время, когда ребенок сам может это решить. Поэтому они меня перевели в школу, и они меня все время поддерживали. И сейчас, я надеюсь, они тоже с нами, они собирались смотреть этот эфир из Волгодонска. Я в Москве, они в Волгодонске, но, тем не менее, они следили за вашей студией, то, что происходило до нашего разговора. Поэтому все мне рассказали, кто там был министры, важные люди. Поэтому, да, до сих пор они очень горячо поддерживают и отслеживают, смотрят, где могут, по записям, где-то трансляции. Ну, а вас, кстати, родители химики, вас не тянуло в химию делать всякие опыты, эксперименты? Ну, меня, конечно, в какой-то момент, по-серьезному, нет, не тянуло, нет. Но какие-то опыты, эксперименты дома, когда родителей не было дома, когда они были на работе, я проводил. Но это были такие смешные эксперименты. Надо было найти какой-нибудь резервуар, какую-нибудь кастрюльку небольшую, туда насыпать всё, что я мог найти дома, начиная от земли, и соли, и сахара до какой-то там лимонной кислоты, соды, и какие-нибудь там, не знаю, спирт, может быть, найти дома. Вот это всё смешать, посмотреть на первоначальную реакцию, потом подогреть, ещё подогреть, закипятить, потом дать остыдиться. В общем, какие-то такие сумасшедшие глупые опыты я делал. Самое весёлое, это, конечно, когда соду добавляешь, смешиваешь с лимонной кислотой или с другой кислотой, и тогда начинают вот это всё, пузырьки, очень было весело. Но однажды я чуть не сжёг кухню, правда, потому что был спирт, и он зажёгся, естественно, что ещё может делать спирт в руках у маленького мальчика. Так что такие глупые были эксперименты, но это так, не то чтобы серьёзно. Ну, профессионально вы всё-таки выбрали музыку, и достаточно всё успешно пошло. В 10 лет вы играли с симфоническим оркестром, и вот помните эти ощущения, когда выходит юный музыкант со скрипкой, и фактически нужно переграть весь оркестр, прозвучать? Какие ощущения? Ну, да, это, конечно, было очень приятное время, потому что, во-первых, ты, когда маленький, вот 10 лет раньше, чуть-чуть позже, ты не думаешь об ответственности, которая на тебе есть, ты просто наслаждаешься моментом, ты находишься на сцене, на тебя куча людей смотрит, слушает. Те люди, которые с тобой на сцене находятся в оркестре, они тебя, конечно же, поддерживают, ну, как всех детей, да, очень так трепетно относились музыканты из оркестра. Поэтому это было очень приятно. Но у меня были совсем другие цели в тот момент, как я достаточно часто вспоминаю. Вот в одно из первых выступлений, по-моему, самое первое выступление с оркестром, меня нарядили в очень красивый костюм с белой рубашкой, бордовый пиджак, и, по-моему, тоже бордовая или какая-то красненькая такая бабочка была. И вот главной моей задачей было не сыграть концерт Виотти номер 22, который мы, естественно, долго учились с преподавательницей, и всё заучили, всё, что нужно, уже было сделано. А выйти на сцену, сыграть первую половину, что ли, этой части, этого концерта, и потом, когда наступал проигрыш, тут оркестровываем, я, естественно, опускаю скрипку, и в этот момент бабочка, она была немножечко под углом. Ну, потому что скрипка тут находится, она прижимает бабочку, и бабочка немножко съезжает. И вот мне самое главное, надо было не забыть в этот момент бабочку поправить, чтобы она ровно висела обратно, чтобы это было красиво. И вот я в итоге всю первую половину концерта думал не о музыке, а о том, чтобы не забыть поправить бабочку. Ну, а, кстати, в дальнейшем вы как выбираете одежду для концертов? Выбираете также бабочки, или всё-таки уже предпочитаете более неформальные, не кастюм с бабочкой? Ну да, я, конечно, сейчас уже бабочки какое-то время не использую. Во-первых, потому что просто не очень удобно. Нам, скрипачам, всё-таки вот эту область около шеи лучше держать свободной, потому что здесь скрипка непосредственно у тебя лежит в этой части, чтобы ничего не мешало. Поэтому я перешёл на рубашки со стоячим бородняком, где ничего не требуется, ни бабочки, ни галстука. Ну и к тому же, мне кажется, вот этот классический костюм бабочка, смокинг или фраг, это достаточно такая уже, ну, классика-классика, махровая такая, старомодная несколько. Хотя есть некоторые артисты, которым это очень хорошо идёт, и стоит, наверное, это делать. Но не всем. Да, у каждого свой стиль. Когда смотришь на вашу биографию, то есть ощущение, что вы педантично, целенаправленно выбирали конкурсы, в которых вы побеждали из года в год. А вот среди того огромного количества конкурсов, которые вы прошли, были какие-то неудачи? Или во всех конкурсах, в которых вы участвовали, всегда побеждали? Нет-нет-нет, конечно, были и неудачные конкурсы. Это не было так педантично такой системой, что ли, конкурсов. У меня не было такой задачи победить на максимально возможном числе конкурсов. Во-первых, я, кстати говоря, далеко не самый часто участвующий и часто побеждающий музыкант. У меня есть коллеги, которые там... Например, кто? Десятками собирают премии. Ну, например, Серёжа Дагадин из недавних... Да, да. Лауреат конкурс Чеплеского. Герои, лауреат. Да, он вот очень много конкурсов победил. Он обогнал меня ещё давно, по-моему. Ну, и ещё есть просто целенаправленные люди, которые ездят, например, в Италию, и там каждую неделю где-то в летний период, как правило, каждую неделю где-то проходят маленькие конкурсы. И вот на три месяца летом уезжают в Италию, приезжают с 15 первыми премиями. Там маленькие конкурсы, естественно. Но, тем не менее, это звучит. Потом у тебя 50... В карьере там 50 премий конкурсных. Ну, это ещё и способ заработка, потому что всё равно какие-то первые премии это всегда, с одной стороны, и немаленькие. Ну, как бы, можно сказать, для большого музыканта незначительные деньги, а для начинающего музыканта вполне себе очень хорошие. То есть премии 3-5 тысяч евро, иногда выше. Поэтому способ заработать. Да-да-да. Кто-то делает такой выбор себе сознательный. В принципе, я никого не корю за такой выбор. Но мне кажется, что там есть свои опасности тоже. Потому что ты при таком расписании, как бы, ты должен... Твой приоритет выучить что-то, какую-то программу, какой-то комплекс произведений, довести их до хорошего уровня и держать их, чтобы потом с этим комплексом кататься на всех этих мероприятиях, выступать. То есть у тебя творческого роста, как такового не очень-то и много в этот момент получается. Ты сосредоточен именно на заработках с тем готовым продуктом, который у тебя уже есть. Да, ну конечно, но это не идёт речь о больших конкурсах. Да. То есть и конкурс, королевский конкурс Елизаветы, или правильно, конкурс королевы Елизаветы. Королевы Елизаветы, да. И конкурс Чайковского, и конкурс Брюсселя. То есть это действительно уже совершенно другого уровня конкурса, на который вот так не поедешь. И, наверное, для таких конкурсов нужно очень много приезжать, и нужно как раз обыграть программы ни на одном концерте, ни на одном конкурсе. А вот есть такое, что вот готовишься, готовишься к конкурсу, к значительному, а всё равно вот выступать, а что-то не идёт. Вот понимаешь, что вот не стой ноги встал, не на то, как он наступил. Да, да, да. То есть вот, а тем не менее, вот эта ответственность, которая всё-таки большие конкурсы накладывают совершенно другую ответственность, выступление, потому что за тобой следят уже, ну, не только члены жюри, но и это пресса, внимание, и, конечно, внимание коллег. Это не сравнится с маленькими конкурсами в Италии, о которых мы сейчас говорили. Да, абсолютно, я согласен, конечно. Вот, например, с конкурсом «Королева Елизавета» был вот, у меня такие тяжёлые воспоминания, потому что тот момент, когда ты выходишь на сцену, на финальный тур, на последний тур этого конкурса, там есть традиция, что все финалы каждого конкурса посещает королева или королевская чета, да, с членами семьи. Они сидят у себя там в ложе и вот обязательно там наблюдают. Их удостаивают отдельными аплодисментами, ну, в общем, все знаки внимания. И вот когда я выходил на конкурс, вот на своё выступление, на финальное, и я понимал, что там сидела королева, её не очень было видно, это было достаточно далеко, но, тем не менее, я знал, что она там, я видел там людей. И ты вот понимаешь, что тебе об этом конкурсе с самого детства говорили все твои педагоги, все твои там друзья или кто-то. Всё время вот, если ты там будешь много заниматься, успешно выступать, готовиться, ты когда-нибудь поедешь на конкурс «Королева Елизавета», там ты, может быть, встретишь королеву саму в Бельгии, Елизавету, конечно, у нас была, по-моему, королева Паула тогда. И вот этот момент будет твоим там самым важным в твоей жизни. И вот ты выходишь, и у тебя помимо того, что тебе нужно сыграть три очень сложных сочинения на сцене и на хорошем уровне, ты просто начинаешь повноваться из-за этого психологического прессинга, что вот весь этот груз твоего детства, твоего юношества… Оправдать все ожидания, да, то есть всех педагогов, которые вложили. Да, поэтому вот это был очень полезный момент, на самом деле. Он не связан с музыкой, то есть это совсем не музыкальная вещь, это именно вот это психологическое давление. Как я думаю, многие… Это нечто родственное есть со спортсменами, которые выступают на Олимпийских играх. Вот мы же все смотрим, да, фигурное катание, там, другие виды спорта, и все болеем, вся страна болеет. И вот что чувствует спортсмен, который выходит и понимает, что за ним вся Россия сейчас или другая страна, неважно, смотрит и возлагает какие-то надежды. И ты, естественно, чувствуешь сумасшедший пресс от этого. На маленьких конкурсов этого нет, а вот на больших это проявляется достаточно сильно. Поэтому если я когда-нибудь буду преподавать, я ни в коем случае не собираюсь своим студентам, ученикам зомбировать, вкладывать эти ростки боязни конкурсов больших. Ну вот, кстати, конкурсы, именно большие, престижные конкурсы, это, можно сказать, и дорога в будущее. Там присутствуют импресарио, представители концертных агентств, которые затем предлагают большое количество концертов, подписывают выгодные контракты. Какие конкурсы для вас стали вот именно такими удачными? И с точки зрения зарубежных концертов, и с точки зрения российских? Ну, конечно, для этого, собственно, большие конкурсы и существуют. То есть для этого мы туда и едем, чтобы именно не заработать денег в данном случае, а именно чтобы показать себя, чтобы люди, которые организовывают это дело в концерты, они себя увидели и с ними познакомятся. Главная цель для этого, собственно, так называемая карьера. По поводу моих конкурсов, ну, наверное, опять же, скажу, что это всё было достаточно постепенно, не было такого дня после какого-то конкурса, что я проснулся и сразу там много приглашений. Всё было постепенно. Но первым большим крупным конкурсом был конкурс Чайковского в 2007 году, где я взял вторую премию. И это, конечно, событие дало очень большой толчок к развитию по России. В первую очередь по России. За границей тогда было очень мало приглашений. Да, тогда, по-моему, буквально непосредственно после этого конкурса я получил, если не ошибаюсь, одно только приглашение на фестиваль в Дубровнике в Хорватии. А всё остальное по России достаточно активно стал ездить. Ну, и периодически уже выезжать куда-то за границу. А после конкурса Сибелиуса в Финляндии, там мы познакомились с менеджером из крупного агентства AMG. И вот там, конечно, это способствовало достаточно большому развитию в выступлении за границей. Но, опять же, и до этого что-то было, и после конкурса Елизаветы что-то появлялось во франкоязычных странах. И какие-то постепенные знакомства были. То есть это всё было достаточно долгим процессом, на самом деле. То есть у вас сейчас фактически как два работодателя. Это концерт на агентство AMG, который вам предоставляет концерты за рубежом в Европе и, наверное, в Соединённых Штатах, в Японии и также московской филармонии, которая устраивает гастрольные турны по России. Правильно? Ну, не совсем так, потому что с AMG я больше не работаю. Там была несколько сложная ситуация, и я решил уйти. Я сначала был в лондонском офисе, потом в немецком офисе, и потом по зрелому размышлению я понял, что всё-таки сейчас модель иметь не одного большого менеджера, который тебя по всему миру представляет, а именно локальных менеджеров по каждой стороне по возможности, эта модель сейчас несколько лучше работает, мне кажется. Для вас удобнее, да? Да, я ушёл вот из этого, не знаю, какое слово подобрать, но, в общем, от этой модели работы с AMG, поэтому сейчас и в Японии, и в Латинской Америке, и во Франции есть какие-то свои небольшие фирмы, а и в Финляндии есть небольшие фирмы, которые меня представляют. А в России, да, совершенно верно, это московская филармония, и, как правило, мы с ними достаточно часто и много сотрудничаем уже давно. Ну, с 18 лет стоит подумать, что это давно. Да, да, да. Помимо концертов с симфоническими оркестрами, часто вы ли играете сольные программы именно от филармонии? Помимо… Ну, выступлений с симфоническим оркестром, часто ли играете сольные программы? Ну, наверное, в процентном соотношении процентов 70 с оркестром, всё-таки больше с оркестром и немножко меньше с сольными программами, потому что всё-таки это больше… Это, наверное, даже финансовые, я так понимаю, с точки зрения организаторов, финансово-то более выгодно пригласить на выступления с оркестрами, там более объёмные студии, больше людей приходит, больше выручка. Я так понимаю, что просто я с удовольствием играю в любую музыку, и сольную, и камерную, и квартетную, и симфоническую, естественно. Но по факту получается больше симфоническую. Но когда есть возможность, вот летом, например, как правило, конечно, на фестивалях больше… Больше камерная. Камерная, да. Всё-таки сезонная камерная. К этой теме вернёмся после небольшой рекламной паузы. У нас в гостях известный российский скрипач Никита Борисоглебский. Дорогие друзья, не отключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем культурную среду в студии Елены Приваловой. Я хотела вас пригласить на онлайн-концерт, который состоится в Англиканской церкви в эту субботу. И выступать буду я играть на органе, а также со мной выступит выпускница Московской консерватории Ирина Валикжанина и выдающийся рижский скрипач Юрий Савкин. Мы исполним произведения Мендельсона, Райнбергера, а также Виталия и немного будет Баха. В таком формате сейчас проводится культурная жизнь. И у нас в гостях сегодня прекрасный скрипач Никита Борисоглебский. Никита, пришлось ли вам в изоляции поучаствовать в онлайн-концертах? Да, конечно, я еще успел попасть в тот период, когда у нас в Москве проводились онлайн-концерты, филармонии, и все их крупные площадки, заряди, консерватории, все эти пытались сделать. Но сейчас, конечно же, всех немножечко попросили прекратить эту деятельность, потому что все-таки сейчас такая ситуация, что не знаешь, когда можно выезжать, когда нельзя, и вообще немножко так опасно. Так что да, в филармонии был концерт в конце марта, в 20-х числах марта, да. И мы провели концерт с Артемом Дервоедом, с замечательным гитаристом. А все-таки я надеюсь, что еще удастся сыграть в зарядье, когда будут возобновиться деятельность онлайн-концертов. Но вот в Риге тоже, да, процветает. Да, у нас не так строго, мы можем выходить гулять, и поэтому как раз онлайн-концерты можем проводить. И у нас есть известный пианист Андрей Асокин, который достаточно регулярно дает концерты. И вот мы тоже немного радуем и поддерживаем нашу аудиторию. Вот скажите, когда вы играли онлайн-концерт, насколько отличалось ощущение? Ведь фактически, с одной стороны, это не запись. Вы записывали компакт-диски. Это и не выступление перед публикой. Но в то же время это и не репетиция, потому что это тебя слушают. И неизвестно, сколько людей тебя одновременно слушают. Какие у вас были ощущения от онлайн-концерта? Знаете, мне очень понравилось выступать в простом зале на трансляцию, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что ты играешь для людей, то есть у тебя есть эта связь, может быть, невидимая со слушателем, потому что в студии всё-таки ты не чувствуешь никаким образом. Ты играешь для микрофонов, ты играешь в пустоту, и ты чувствуешь, что нет уха, которое тебя слушает, кроме звукорежиссёра. У тебя нет адресата. А здесь он есть, и ты понимаешь, что достаточно объёмная аудитория смотрит этот онлайн-концерт. И, с другой стороны, вот эта абсолютная тишина в зале, и как совершенно верно заметил один мой коллега, что у тебя нет этого чувства, которое надо возникать на концерте, что ты ведёшь какую-то фразу, хочешь взять немножечко больше времени на завершение или чуть-чуть больше времени на паузу, но ты подсознательно боишься, что кому-то в зале будет скучно или кто-то там произведёт какой-то шум, кашлян, и всё это разрушит, и ты эту фразочку побыстрее копкаешь, идёшь дальше. А тут такого не было. Тут ты спокойно дослушиваешь, и абсолютная тишина тебе помогает в этом. И вот концентрация, конечно, очень большая была, поэтому мне очень понравилось. И действительно, там несколько тысяч, то есть там больше людей, чем в зале, гораздо больше людей, чем в зале. Ты можешь поместиться, смотрят тебя, слушают. Но вот само ощущение было очень интересное. Я не знал, чего ожидать, но мне очень понравилось. Но, конечно, я не хотел бы, чтобы... Наша деятельность перешла в онлайн. Да, конечно, не хотелось бы. Никита, расскажите немного о своём обучении в Московской консерватории. Почему выбрали класс... Правильно, Эдуард Давидович Грач или Эдуард Давидович Грач? В принципе, наверное, и странный вопрос, потому что все выдающиеся скрипачи молодого поколения, его выпускники. Как вам училось в его классе, в звёздном классе? И фактически вы же одновременно учились и... У меня все имена вылетели, да. То есть вы сейчас сами можете назвать своих... Да, Татьяна Беркуль, да. ...своих однокурсников. Как проходило обучение в Московской консерватории? Вы знаете, сейчас я обязательно скажу, просто у меня висит вопрос, который я совершенно забыл упомянуть, когда мы говорили о моих менеджерах. Я хочу просто, чтобы быть правильным, корректным. Конечно же, сейчас очень помогает агентство «Ларус Консерт Адженси». Это недавно созданное агентство, которое, собственно, взяло на себя некоторые функции «АМГ». и организует эту связь с локальными агентствами. Поэтому «Ларус» я не могу не упомянуть, я хочу и спасибо большое. По поводу... По поводу... Класса грача и консерватории. Да, да, да. Но, вы знаете, выбор... Конечно, да, у нас был очень сильный класс, и сейчас В.А. Давидович очень сильный класс по-прежнему. Всё-таки он ярчайшая фигура в России, в Москве, в консерватории. Но всё-таки, быть совсем честным, конечно же, есть сильные и были сильные педагоги. И Марина Ишвили, и Сергей Кравченко, и Ирина Бочкова. Это всё замечательные скрипачи, педагоги, у которых есть свои лица, свои студенты. Поэтому нельзя сказать, что не было выбора. Всё-таки выбор был. Но для нас, конечно же, сильного выбора не было. Во-первых, мы пострещались с Эдуардом Давидовичем на конкурсе в новые имена до того, как поступить в консерваторию. Волгодонске, да, учились? В Ростове, да. А, уже в Ростове. Да, из Ростова приехал участвовать. Он сидел в жюри, заметил, мы поговорили, и он пригласил к себе учиться. Правда, пригласил он сначала, конечно же, не имея в виду консерваторию. Мне было всего 14 лет. Он имел в виду, чтобы поступить куда-нибудь либо в ЦМШ, либо в Мезляковское училище. Да. Ну, так получилось, что все-таки в консерваторию решили сразу пойти. И, да, он действительно взял, принял. То есть я написал заявление, он не забыл свое обещание взять меня. И это был очень продуктивный период. Сколько я провел? 8 лет, 5 лет в консерватории, 3 года в аспиранторе. Тогда была и Алена Баева, и Гайка Зазян, позднее Айлин Причин. Вот очень много действительно ярких имен, ярких скрипачей. Ну, вы знаете, еще, конечно, помимо Эдуарда Ильича была замечательная ассистентка Татьяна Беркуль, которая сейчас свой большой класс, и она тоже немало внесла в развитие всех своих студентов. Ну, вот, что мне кажется самым ценным было в этот период, то, что Эдуард Давидович, благодаря своему весу, наверное, влиянию, все-таки один из основных скрипичных профессоров Московской консерватории, у него было право и есть право и возможность организовывать концерты в консерватории. Ну, как минимум, у нас было два выступления в год, где мы могли не только проработать все в классе. Да, но это были бесконечные концерты, бесконечные. Ну, нет, 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 у нас не самые длинные, у нас не самые. Ну, не знаю, это был первый мой концерт, на который я попала, приехав из Оренбурга в Москву, приехала на консультацию к известному теоретику, музыковеду Мясоедову, и попала как раз на концерт Эдуарда Грача. Мы, как все тогда говорили, на концерт его птенцов. Грачат. Да, да, грачат. И я ушла, как мне сказали, с середины. Но не потому, что я устала, потому что действительно это было очень интересно и ярко, но я просто боялась, что я не дойду до общежития, где я тогда остановилась, потому что было уже очень-очень поздно. И мне рассказывали, что концерты у Эдуарда Давидовича заканчивались даже и за полночь. Бывало такое? Да, бывало, да, за полночь бывало. Но все-таки, не будем называть имен, но есть классы, которые заканчивают половину второго, например. Нет, конечно, это очень-очень длинный и объемный концерт, но это понятно, ему хотелось по максимуму выпустить людей. О чем я начал говорить? О том, что для студента, мне кажется, очень важно не только все проработать детально в классе, но все-таки иметь возможность вынести это на сцену. Потому что это тот момент, когда ты понимаешь, что на самом деле работает, что не получается, что можно еще сделать лучше и так далее. То есть только лабораторная работа не ограничится. А тут у нас была возможность постоянно выходить на сцену и на классе Эдуарда Давидовича Грача, и на кафедральных концертах, конечно. Поэтому вот это было очень ценно, и далеко не все профессора могли позволить всех своих студентов выпустить на сцену. У нас это было возможно. Ну да, это выливалось вот в такие... Марафоны. Да, марафоны. Но, кстати, у Эдуарда Давидовича есть еще одна особенность, которая не характерна для других преподавателей Московской консерватории. У него свой камерный оркестр, и в котором фактически участвуют, должны участвовать все ученики. И вот как раз вот мне кажется, что он преследует цель, чтобы и обучить своих учеников и сольному музицированию, исполнительству, но также и работе в оркестре. Насколько именно для вас был ценен этот опыт работы именно в камерном оркестре? Насколько я поняла, что вы прошли путь от пульта обычного до концертмейстера этого оркестра. Московия, правильно? Московия, да. Ну, во-первых, к сожалению, или я не знаю, как это расценивать, но тем не менее, это уже в прошлом, потому что сейчас, насколько я знаю, Эдуард Давидович уже... Не делай, да. ...год, а может быть, и два уже оркестра не существует, да. Ну, это просто Эдуард Давидович уже в преклонном возрасте, наверное, ему просто очень тяжело дается администрирование. А так очень долгое время существовал этот оркестр. Конечно, да. Он существовал в 20 лет, наверное, порядка 20 лет, может быть, что-то около такой цифры. Ну, мне это было интересно, хотя это, безусловно, занимало достаточно большое количество времени. Но, с другой стороны, в таких коллективах ты вырабатываешь определенные навыки. Навыки играть в ансамбле, слушать своих коллег, потому что всё-таки вот симфонический оркестр, там ты не можешь так хорошо слышать своих коллег. Там вот эти навыки игры в ансамбле, слушать и играть вместе, они не настолько сильно вырабатываются, потому что просто из-за этого масса, когда у тебя звучит и струнные, и вся мете рядом звучит, и духовые инструменты, деревянные элементы. И всё это таковый микс, когда ты не понимаешь, к чему нужно себя... Ну, насчёт симфонического оркестра, наверное, ещё и... Ведь все знают, что практически все в Московской консерватории прогуливали именно симфонический оркестр. И потом встречались, в лучшем случае, на генеральной репетиции, а то и на самом концерте. И поэтому, конечно, это случалось в какафоне, чего не случалось, что было невозможно у грача. И у него, вот насколько я знаю, других скрипачей его класса, что это очень жёстко, ты должен был посещать оркестр, так же, как специальность, именно его камерный оркестр. Ну, конечно, ты не мог прогуливать просто так, потому что ты так или иначе придёшь через пару дней на урок в класс, и тебя обязательно спросят, почему. И если даже у тебя была какая-то уважительная причина, там, заболел, то ты не мог себе позволить пропустить два раза подряд или три раза подряд. Всё-таки были определены рамки. Ну, совершенно верно, так как вот в симфоническом окрестном это не могло быть. Поэтому это было строго, это следилось, ну и плюс к тому, естественно, Эдуард Давидович очень строго следил за профессиональными вещами. Он всегда настаивал, чтобы мы аккуратно следовали написанным штрихам и пальцам, чтобы мы играли всё это одинаковыми штрихами и пальцами, как это требуется всё-таки, как правило, в коллективах. И он, как профессионал своего дела, мог за этим следить просто очень пристально. А не как дирижёр, который должен обращать внимание и на атаку у дыхаляков, и на то, как там ударники делают это, и как у стройников дела происходят, то всё-таки был такой надзор очень точечный. Но, несмотря на эти строгости, всё-таки это было интересно. Опять же, у нас были концерты в хороших залах, своя публика очень многочисленная, сюда приходили полные залы. И это давало какое-то ощущение вот такого активного участия в концертной жизни, что очень ценно для студентов, опять же. А удавалось ли привыкать к сцене? Удавалось ли с оркестром этим играть сольные концерты, то есть в качестве солиста? Конечно, да. Это частая была практика, и многие студенты по такой схеме происходили концерты, что ты играешь, например, какую-то вертюрку в оркестре, потом ты выходишь со своего стула, со своего пульта, ты выходишь на место солиста, там группа немножечко пересаживается, чтобы заполнить пустое место, ты играешь свое произведение на местолист, и опять уходишь на место в оркестр. Так что это, да, тоже было, и это очень сложно, потому что специфика играть в группе, где можно немножечко спрятаться, где можно немножечко чего-то недоиграть, потом быстренько себя перестроить, выйти на сцену, сыграть что-то сложное, виртуозное, сольное, и вернуться опять, вот эта перестройка на самом деле не такая простая, как может показаться, но нас к этой перестройке тоже приручал. Да, ну это здорово. Мы как раз вот рассказывали, нас гость Никита Борисоглебский рассказывал о своем педагоге Эдуарде Давидовиче Граче Московской консерватории. Никита, расскажите, можно сказать, наверное, о главном в скрипичном искусстве, о вашей скрипке. На одной вы играете и сколько у вас было скрипок? Да, по поводу сколько было, это, конечно, будет непростой вопрос, потому что менялись инструменты. Ну, я знаю, что вы играли на скрипке Страдиваре, да, то есть вот насколько сейчас у вас другая скрипка, и вот, ну, расскажите, ну, о самых значимых инструментах вашей жизни. Ну, инструментов было довольно много, если так пробежаться, то Жан-Батист Вильем, Вильем, Вильем по-русски, французский, замечательный мастер, я на нем играл очень долгое время, будучи студентом в инстерватории, затем взял инструмент Гварнери Дальджезу для участия в конкурсе Чайковского, затем был Страдивари для участия в конкурсе Елизаветы, после конкурса Елизаветы я взял замечательного мастера Монтаньяна из бельгийской коллекции, года три, по-моему, я на нем играл, пока учился в Бельгии, потом был период игры на современном инструменте Грайнер, Петер Грайнер, это замечательный немецкий мастер, и сейчас вот я нашел свой инструмент уже, по-моему, чтобы не ошибиться, лет пять, тоже венецианский мастер, как и Монтаньяна, другой, другая звезда Венеции, Матео Гоффриллер, он, эти два мастера, Монтаньяна и Гоффриллер, это замечательные, в первую очередь, велончельные мастера, но тем не менее, скрипки у них тоже очень, очень высококлассные, вот этот инструмент, который я нашел лет пять назад, я надеюсь, до сих пор игра, и он очень мне нравится, по многим параметрам, и я не очень люблю сейчас жонглировать скрипками, потому что, как только ты вот привыкаешь к одному инструменту, то, ну, в общем, процесс привыкания требует времени, поэтому сейчас у меня нет такого большого желания брать даже какую-нибудь очень хорошую скрипку, там, Страдиварь или Гварнелли, на какой-нибудь короткий период, я предпочитаю остаться со своей скрипочкой, потому что я все равно понимаю, что за эти несколько месяцев, даже, может быть, за год, ты не откроешь полностью инструмент такого масштаба, как Страдиварь и Гварнелли, они требуют какого-то вот привыкания, какого-то времени, поэтому я предпочитаю остаться со своей, которую я хорошо знаю, на которую могу положиться, и я думаю, что может получиться результат не хуже, чем Страдиварь и Гварнелли. А что вы находили? То есть вы брали их в аренду, или вам предоставляли бесплатное пользование, но тем не менее страховка, или вы их покупали? Нет, к сожалению, никогда не было бесплатно, это болезненный вопрос, это никогда не было бесплатно. Нет, как правило, это было, все, что я брал в России, это было через госколлекцию инструментов, через нашу государственную коллекцию. В Бельгии я брал два инструмента вот Страдивари и Монтаньяна из бельгийской частной коллекции. Ну, что значит не бесплатно? Ты берешь инструмент по сути бесплатно, но ты должен уплачивать его страховку. Что очень дорогостоящее. Да, так как инструменты все-таки стоят очень больших денег, то и страховка, соответственно, тоже много чего стоит. А Гафриллер, это инструмент, который я нашел у нас в России, в Петербурге, замечательные инструменты, его удалось купить. Вот для этого мне, в этом мне помогли все мои конкурсы и некоторые сбережения, которые я тогда с помощью конкурсов отложил. Ну вот часто бывает, что инструменты, то есть время идет вперед, создаются новые технологии, а тем не менее инструменты более ценные именно страдивари, гварнери. Почему такая практика? Почему неужели не создаются современные инструменты такого же качества, такого же уровня звучания? Ну, знаете, это такая объемная очень тема, потому что с одной стороны сейчас проходит много конкурсов, много таких смотров инструментов, где вот именно чем занимаются, что берут какой-нибудь инструмент в страдивари, в гадонине, вот тех золотых мастеров и играют на нем за ширмой. Потом берут современный инструмент или несколько современных инструментов и опять играют за ширмой. И во многих состязаниях такого рода современные инструменты брали, ну, как занимали, что ли, первые места или брали больше баллов, набирали больше баллов, чем старинные инструменты. Поэтому, с одной стороны, да, сейчас действительно есть хорошие мастера, есть хорошие инструменты, которые звучат, и, может быть, они даже в чем-то лучше приспособлены для нынешних условий, где мы играем в громадных залах, которые нужно действительно пробивать за счет объема звука, мощи, которые, а все-таки в те времена, во времена Среди Варри Барнери не существовало таких площадок, и они не были рассчитаны на такие большие аудитории. Они, конечно же, их подстроили несколько, там есть несколько вариантов, ну, во-первых, струны более жесткие, более мощные, шейки поменяли, это часть, где мы играете левой рукой. Где мы играем, это гриф называется, черненький, но вот шейки, за которыми мы как будто держим инструмент, вот эта шейка, они, как правило, все заменены, то есть в те времена они были более тонкими, более элегантными, а сейчас они более широкие, именно вот с точки, тоже в том числе для того, чтобы увеличить несколько мощностей инструмента и возможностей инструмента. Поэтому, да, с одной стороны есть, а с другой стороны, действительно, стоимость и ценность инструментов просто растет не по годам, а по месяцам. Это, наверное, связано со стариной, с историей этих инструментов, но то, что они все-таки стареют, то есть года в год. Конечно же, есть некоторая накрутка вот из-за имени, да, почему покупают Рос-Ройс, не потому, что там все сделано из золота и бриллиантов, а потому, что это имя, это бренд, это модель. И то же самое со Страдивари, это бренд, это модель. И это накручивается тоже в том числе, наверное, на каких-то аукционах, на таких местах, где продают эти инструменты. поэтому очень большая доля вот этой рекламы есть. А с другой стороны, ценность, конечно же, тоже растет, потому что инструменты не молодеют, а их звучание... Но их и не так много, их и не так много. Их мало, да, их меньше, к сожалению, все-таки что-то с ними случается. Поэтому есть некоторые объяснения, не думаю, что рост должен быть таким, какой он есть сейчас, все-таки, мне кажется, больше именно из-за пиара и из-за рекламы происходят. Но тем не менее, рост есть. Но что отрадно, опять же, то, что сейчас есть действительно современные инструменты, и очень интересно пробовать и находить в современной скрипке. Дорогие друзья, у нас в гостях был выдающийся скрипач Никита Борисоглевский. И я также вас приглашаю на наш онлайн-концерт в Англиканской церкви в Риге. И можно посмотреть трансляцию в 18.00 в эту субботу на сайте okoncert.lv. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья, прощаюсь с вами, Никита Борисоглевский. До новых встреч. До свидания. Всего хорошего, Линдес. Хорошего концерта.